Костанайская область завершает год с хорошими социально-экономическими показателями. На 8% вырос объем инвестиций в основной капитал, на 4% увеличилась площадь построенного жилья. В этом году в регионе планируют сдать более 212 тысяч квадратных метров. Об этом говорит статистика и чиновники в своих отчетах. Тем не менее, в регионе, по мнению жителей, остается немало проблем. Это недоработки отдельных служб, с которых население рекомендует местным властям спрашивать строже. О наболевшем кустанайцы рассказали нашему корреспонденту Наталье Строковой. Узнать о проблемах кустанайцев мы вышли на улицы. Как оказалось, горожан больше всего волнует слабое отопление в квартирах и нечищенные дороги. В своем большинстве тротуарные дорожки выглядят примерно вот так. После буранов прокладывать себе дорогу горожанам приходится самостоятельно. Вернее, даже не прокладывать, а протаптывать. Согласно отчетам, в регионе достаточно снегоуборочной техники, средств и сил на расчистку улиц. Однако народ недоумевает, куда уходят деньги и почему спят коммунальщики. После бурана не проехать, не пройти. А скользкие дороги и перекрестки – одна из причин выросшей в разы аварийности. Дороги у нас, конечно, ужасные. Когда идет буран, ни одну уборочную технику не найдешь. Спят, они ждут, пока все затвердеет, потом только начинают скрябать. И посыпание вообще не обрабатывают ничем. Дороги очень плохие, не чистят, не посыпают. Гололед, к остановке не подъедешь, пешеходы, пассажиры не могут подойти. То есть мы, если ближе подъезжаем, нас таскивают. Пассажиры чуть ли не падают под колеса. Жалобы на отсутствие тепла жители области пишут на официальный сайт Акима области. Холодные квартиры приходится греть с помощью электроприборов, а это дополнительные расходы. Обращаемся снова по поводу подачи отопления по адресу Абая 54А. Звоним в Кустанайскую теплоэнергетическую компанию. Они говорят, что еще не готова насосная станция. И когда будет готова, не знают. Помимо оплаты тепла, еще несем дополнительные затраты на электроэнергию. Когда мы будем получать качественную услугу, которую оплачиваем? Светлана, 12 декабря. Мы жильцы дома 17 по улице Гвардейской. Как и все, радовались приходу зимы. Да вот только температура у нас в квартирах такая же, как и в подъездах. Почему из года в год ситуация не меняется у нас в теплоснабжении? Почему температура радиаторов отопления в квартире поддерживается только для того, чтобы не разморозить их? Просят жители региона обратить внимание на работу силовых структур и на постоянно растущие тарифы на коммунальные услуги, которые и так одни из самых высоких в стране. К примеру, плата за отопление для населения в переводе на один квадратный метр составляет почти 135 тенге. При среднереспубликанском показателе 71 тенге, 2 тена. На ряду с проблемами кустанайцы говорят и о положительных изменениях в городе. В направлении экономическом, социальном плане ведется очень большая работа. Мне как жителю нравится. Город намного лучше стал. Город преображается.